Состязания прошли по трём дисциплинам. Спринт, суперспринт и олимпик. Участники были поделены по возрастным категориям. Юниоры, взрослые и абсолют. Первыми стартовали юниоры. Девушки и юноши сначала должны были проплыть 500 метров в открытой воде, а затем пробежать 3 километра вокруг пансионата. В юниорских соревнованиях среди девушек победу одержала Дарья Примушка. Её результат – 23 минуты 33 секунды. Среди юношей золота чемпионата страны завоевал Бигзат Азамат Уулу. Его показатель – 20 минут 10 секунд. Кстати, серебряные и бронзовые призёры турнира отстали от него всего на 7 и 27 секунд соответственно. «Ваши бурные аплодисменты! Халитов Тимур!» В состязаниях среди взрослых в спринте золотую медаль взял Тимур Халитов. Он проплыл 1 километр и пробежал 5 километров быстрее всех, оставив позади даже мастера спорта международного класса по пятиборью Тимирлана Этимбетова. «Я, конечно, не очень был уверен, потому что в этот раз участвовало два сильных пятиборца. Это Тимур Халитов и Родион. До этого мы, конечно, готовились. Готовились порядка двух месяцев к этому старту. До этого ездили ещё в Астану. Там выступали на спринте. Тоже очень важный старт был. Но, конечно, в этот раз мы приехали сюда в большей степени для опыта». Тимур является воспитанником Андрея Ханадеева, старшего тренера сборной по триатлону. На этом турнире Ханадеев собственным примером показал, как надо добиваться побед. Он стал лучшим в категории «Олимпик», с лёгкостью покорив 2 километра воды и 10 километров трассы. «Ну, как вы сами сказали, именно на личном примере доказываешь детям, что всё возможно. А в триатлоне это самое главное. Вот у нас ученик мой, Тимур Халитов, сегодня занял первое место. Тоже в абсолюте. Я считаю, что в спринте это звёздочка нашего киргизского триатлона. Ну и дальнейшая работа будет подготовкой к азиатским играм и к юношеским олимпийским играм. Вот так. Будем работать». В женских соревнованиях не было равных Юлии Фернас. Первая грагистанка, завоевавшая титул «Железный человек-айронмен» всего неделю назад, приняла участие в акватлоне лишь для поддержания формы. Впереди у неё большие планы. «Я берегла себя, потому что после такого соревнования, не выкладываешься на 100%, потому что это опасно. Цель и задача – выступить на Копчегай. Это будет пятый чемпионат Казахской республики. И сделать лучший результат, чем у одной спортсменки, Казашки. Нагимы у нас такое тоже соперничество». Второй подобный турнир, проводимый в стране, собрал больше участников, чем в прошлом году. Организаторы турнира обещают сделать турнир ежегодным и уверены, что через год количество участников будет ещё больше.